Поехали. Книга для Слова Божия не от УЗ. Священники Николай Балашов и романах Нафанаил Судников. Объем книги 752 страницы. Здесь считаю 89 страница. Я из книги перевел в Борде, чтобы можно было считать. Вход в зал. Перекрестился и во весь голос. Христос воскрес! Все встают и хором во весь голос отвечают. Воистину воскрес! Милые мои собратья! Лежу на них и с такой дали приехали. Где же вы тут томитесь, где ночуете? Потом узнал, что тут Надежда Васильевна и матушка Анна Бурдина. И Тамара Умнова. И все друзья участвовали, чтобы всех приветить, накормить, проводить. Хотелось, чтобы суд так и продолжался. И родных, и знакомых увидишь. И даже поговоришь со свидетелем. Это особая область. В двух словах не расскажешь. Солдаты проводят за загородку. Сажусь и успеваю окинуть взглядом весь зал. Вот Баоптист из Фрунзе. Иван Данилович Коснарчук. Из какой дали прилетел. За процесс несколько раз он прилетал. Ждал последнего слова, а его и не дали сказать. Друзья из Красноярска, Одессы, Казахстана, ближнегородов, Новосибирска. Полный зал. Стоят, негде сесть. Братья, сестры дорогие. Немного голову влево, скосил глаза и вижу. Вот мама, там брат. И вот Тамара из Одессы тянется вверх. Плащут сестры, мать утирает слезу. Хочется самому заплакать. Начинаю раскладывать записи. Приготовленные отвод суду. Вопросы к свидетелям, ко всем. Разбить лживость надуманной статью Уголовного кодекса Российской Федерации 190 Прим. Наивно полагаю, что если сделаю это, то статья умрет. Детский лепет ума. Кто судьи? Звонковое дело. Тут все запрограммировано заранее. Молоденькая секретарша смотрит на дверь. Откуда войти должен судья. Вскрикивает. Встать, суд идет! Так и не мог отделаться от впечатления, что идет балаган-маскарад, а переточные игрушки сидят за столом. Что вот-вот кто-то засмеется и все рухнет. Но шестеренки уже заживали, тянут, даже писать о том страшно. Суда не было. А была тошнотворная комедия, привыкшим к таким инсценировкам судам. Никому не дают высказаться, никого не слушают. А статья гласит распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественный и государственный строй страны. Заведомо ложные. То есть я знаю, что этого не было. А я говорю, что были гонения, были репрессии. Их не было. Заранее. Заведомо. То есть заведомо для меня. Но я говорю, я в это верю. У меня люди были близкие, репрессированные. Выходят свидетели и говорят, а я родился в ГУЛАГе. Моя мама там была осуждена. Ничего не слышат. Меня в статью вгоняют. Это не ложь, это доказательство. Архипелаг ГУЛАГ я насчитал, там 300 свидетелей, более даже того. Не 300. В первый день по пяти раз выводили меня, а суд все уходил в соседнюю комнату на совещание в кавычках. Разыгрались малые дети. Какое совещание, когда однопартийный орган, безмолвные заседатели. То ли начитались книги, то же в своем злодействии хотят устроить подобие демократического суда. Когда уже на исходе был день, все же так и не дали защитникам быть Бурдину Сергею Дьякону. Отмели его. Но и безбожника-адвоката я не принял. Он Дьякон. Долго готовился, выписывал все законы советской власти о том, что религия официально разрешена. Молиться можно. А меня ставили в обвинение, что я на работе молился. Ну то есть, под статью им надо было подгонять-то. Интересно. Его отмели называется, то есть увели. А почему? Да кого он, говорит, свидетель? Да какой же он свидетель? Я его даже в суде не увидел. Я его и не знал. Не знал. Так, издалека один раз видел. Какой он свидетель может быть? Моего у него ничего не было. Ну а как же, а у него обыск был? Ну когда узнали, что он этим занимается, они перед судом, перед самым, у него сделали обыск. Ну нашли еще? Нет, не нашли. Ну обыск был у него? Был. Все. То есть, они все эти выходы знают. На суде Божьем, как это будет? А ведь следователь дал бумагу в писенном виде мне, что защитника моего Бурдина допустят обязательно по закону, в законном порядке. Я знал, что они его будут тормозить, самый сильный свидетель, и попросил, дай мне в писенном виде доказательства. Он писал и знал, что обманывают. Уже знали, что несмотря на угрозы властей, на запрещение священнослужения, отец Сергей Бурдин работает в библиотеках, добывает сведения, указы партии и правительства, что было гонение на верующих, а раз были репрессии, то значит трагедия русской церкви, материал, и второй материал, 20 век христианства, это не ложные измышления, а факты из истории про патриарха Тихона, расстрел царской семьи. Им это было, конечно, известно. Кто-то дает указание, ни в коем случае не допустить Бурдина Сергея. И его ни разу, меня не видевшего, ухитряется допросить свидетелем. Теперь защитником быть не может. Его вызывает, вы Лапкина знаете? Он говорит, нет. Ну, встречались-то? Нет. Но его записывать был свидетелем, мы его допросили. А раз допросили, закон гласит уже, его нельзя допускать в защитники. Понимаешь, вот как? Я не мог сразу сориентироваться, отвечать или молчать. Я. Если буду молчать, думаю, они сделают закрытый процесс и никого больше не увижу. А срок дать так и так дадут. Что делать? Помолился, умудри Боже. И стал отвечать. Даже вопрос отвечать, не отвечать. Ну, как разговариваю, это одна ложь сидит. Огромная ложь. Судья просит рассказать о себе все. И как я стал записывать записи на магнитные ленты. Подробно рассказал до момента знакомства с отцом Дмитрием Дудко. И не смог дальше говорить, ком в горле встал. Как вспомнил, каким был батюшка. Как мы тогда во всем с ним сошлись. Как моя душа прильнула к нему. Тишина стояла в зале. Вот таких священников искал я всегда, чтобы они вышли к народу. Жили его болями. Искали овец. Кто и что говорил на суде, уже опубликовали частично в парижской газете «Русская мысль» за 5 декабря 1986 года. Под заголовком «Здесь правду говорить нельзя». К ним поступили магнитофонные записи из зала суда. И они все стенографически перепечатали. Судилище было беззаконное. Вижу, все лицедействуют. Прокурор готов по кусочкам разнести их. Хмурый, ищет что-то, злится. А на лицах такая пустота и фальшь, что лучше бы молчать, не метать бисер перед свиньями и псами. Но взгляну на сидящих в зале-то и возликую. Слетелись ласточки мои любезные. Дома оставили, примчались хорошие во мои добрые и нежные христиане. Как я соскучился по родным и близким. Кроме матов, ведь ничего не услышать в тюрьме. Везде советская действительность. Уровень мышления в области ниже пояса. Злословие то, чего не знает. А что знает о блуде, о гнустостях половой активности, тем расслевает себя. Иуда, 10 стих. Судья сразу же обратился к залу. «Я вижу, что тут большинство верующие. Так вот, попрошу тут не креститься. Ибо это есть нарушение закона о религиозных культах. Будем выводить из зала». Судья Макаров Владимир Александрович. Теперь в третьей суде работает. В арбитражном. Написано, что богослужение в общественных местах устраивать запрещено. Ясно? После этого несколько человек были выведены за совершение крестного знамения. Мне не запрещали. А иначе кого же судить-то? Сказал, что пока руки не свяжете, буду креститься. И судья отступился. Вот. Почему Лапкин вынос в камье подсудимых, а в зале, хотя много верующих, никто больше не судится? Отвечаю. Слышите, что говорит судья? Вот если спать не будете, то все вы тут же будете сидеть. Когда отвечал залу, то осмотрел в зал и всех, кого еще не разглядел. Осмотреть-то нельзя тоже. Матушка Бурдина, а Анна над грудью показывает поздравление. Крашеное яичко пасхальное и так улыбается. Миленькая, огонек ты наш, радость ты наша. Матушка всегда была примером активности, и тут она такая же. «Не жалеете, что насчитали столько?» Отвечаю. «Очень жалею, что мало, но больше не смог, сил уже не было. Хочу, чтобы в каждой семье было то, что я насчитал. Тогда не было бы хулиганов и воров. Несмотря на мои протесты, что не приемлю состав суда, все остается. Пошли свидетели и лжесвидетели. Показания были добрые, благожелательные. Но вот вышел священник Михаил Скачков, который проходит свидетелем. Неизвестно, почему он стал вдруг свидетелем. Моего у него нет, ничего обыска у него не было. Значит, дождался своего часа. На сей был приготовлен. Общественно патриарший обвинитель от клана обновленцев. В кратком изложении после закрытия дела можно прочесть, что изрекал сей муж, священнослужитель православной церкви. Самое лживое показание пытался и на суде говорить. Были еще два лжесвидетеля, исхаристов. Их даже не вызвали. Так они противоречили друг другу. Отец и дочь Лензина. Вот Татьяна как раз здесь и поселилась. Новикова теперь. Клершанка Шишкина изменила свои показания и на суде уже сказала все как было. С работы коммунист, замначальника контора Михаил Федорович Рыжков сказал на удивление всем искренно. Когда он кончил, я поблагодарил его за добрые искренние отзывы. Его показания видно. Он говорит, что лапки не делал различными между коммунистами, простыми, со всеми был ровный. Работу выполнял отлично. И когда, говорит, они ремонтировали базу, то чуть не наполовину меньше тратили материала, краски. И этого тоже Михаил Федорович звать священника, самый лживый. Как вот эта патриархия все перемалывает. Это Сергеянство от митрополита Сергия Сергия Острогородского. А священнику сказал я, я вас прощаю и прошу благословить. Он шагнул ко мне, широко благословил, дал поцеловать руку. Бросили солдаты, но уже совершилось. Обычно в зал заводят один. Ну, милиционер и все. Меня заводили краснопогонники, 12 человек. 12. А коридор полный верующих, и меня вот так вот за руку тащат, не могут протащить в зале-то сюда, через людей-то где-то. 12. На одного. Какой опасный государственный преступник. А в зале распространяют о том, что нашли у меня радиостанцию в такой-то школе, в подвале 68-й, что я японский завербованный, там, шпионы и прочее. И потом охраняющие долго между собой толковали, как ловко, где все у них получилось. Сначала священника обречили. Я его заставил краснеть, потеть. Потом примирение и благословение. Я ему сказал, за это отвечать будете на суде Божьем, но я к вам ничего не имею. Вы раб. Кафедру постамент, с которой он говорил, после этого оттащили в сторону, чтобы никто ко мне не смог подойти. Когда заводили меня, то солдат рукой шарил под скамейкой, на которой я там сидел. А длинная такая стойка-то, за которой... Чего не ищут-то? Оказывается, потом сказали, что это матушка Анна Бурдина розовым маслом, скамью подсудимых, на которой я сидел, мазала. Честь проявляла мне. Да воздаст вам всем Господь в день он и друзьям любезным и да простит врагам, предстившимся щечевичной похлебкой, страха ради иудейского падшим. Суд однообразен. Вызов, свидетель, вопросы явно не по существу. Кто давал? Хотя я еще на первом допросе сказал, что всем давал я пленки. Вы докажите, что я виноват по статье 190 прим, то есть то, чего она требует, статья, чтобы создать виновность, что я не верю в насчитанное. Я верю. Вторую многократно суду. Верю. Для меня заведомо ложем это не было. Я верю. Болезненно, бесполезно глухому аспиду взывать. И о них молюсь, да простит им Господь за злодейство это. Требую переэкспертизы. Суд постановляет. Уходит на три дня закрытого заседания. От кого прячутся? Пленки, чтобы никто не слышал. Да пленки-то эти уже все прослушали. Ярлопейский, Рогозин, на Дмитрия Дудко. И три дня занимались совершенно не тем, а слушали немного только из Рогозина. И судья Макаров Владимир Александрович спросил. И дальше все такое же? Ну да. Ну думаю, снимут с обвинения. А раз там ничего нету, нет, нельзя. Иначе всем весы пошатнутся, не туда потянут. О чем думали заседатели? Ведь видят, что происходит. Увы, партийный долг выше наличия совести. И чем чудовищнее ложь, тем скорее поверят. Это еще Йозеф Геббельс говорил, министр пропаганды Гитлера. Считаю молитвы, чтобы Господь коснулся сердца прокурора и судей всех. Прокурор меня не дождался, я еще сидел, он уже умер. Брови густые, как Брежнев сидит. Но я ему это сказал, говорю, вы как за час смерти Брежнев меня колотите. Иногда после первого заседания или сделают замечание прапорщику за мое якобы неправильное поведение, а он при единственной возможной для пропитания его должности должен из кожи лезть, выслуживаться. И вот он открывает мою коморку, где я молюсь, и начинает меня дрессировать, сжавши зубы, прищурив глаза и заикает, ну, Лапкин, ты дождешься, ты получишь, погоди, до таких ты будешь креститься-то, ты замучил нас? Сколько же можно с тобой возиться-то, ты ждешь особо к себе отношения? Как-то из молодых солдат кто-то, уже вкусивший пирожного власти, привычно советует, да наломать ему ребра, чего на него молиться-то? Прапор бургнет, ты заткнись. А солдат дает дельные советы-то, которые уже не раз, видимо, помогали. Но прапор, похоже, уже получил указание не превышать. Можно бы и не ходить в туалет-то в суде-то, но стартир деревянный на улице, и когда пойдешь, то увидеть можешь своих. Прошусь, не ведут, настаиваю, уперлись, толкают в машину, решил, пусть связывают, я больной, мне не доехать. Заскрежетали, повели. Стоят родники, лучше вас никого нет, мама меня крестит постоянно, да услышит тебя и всех вас Господь. травинку сорву в карман, на память. Когда выходил из зала суда, то бросали цветами, тут уж девчонки Петеримовы расстарались. Была дана команда, цветы не допускать. Чем уж это было вызвано, не толкуется. Можно понимать, как бдительность против чувств, солидарности, враждебной идеологии. А суду нужно было показать, что я одинок, что архиерей против, и священник бунтует. Заткни задом окно. Окошко-то, которое куда заводят, сел солдат спиной-то. Но около плеча есть зазор-то, и в глазок в двери, где замнут, замкнут-то я, при повороте машины мелькает кто-то-то. Увидел? Вот еще одного идут домой, разговаривают. Я их вижу. Что нужно сообщить? Кричите, слышно хорошо. Но они этого не знают. Им ничего не будет, а мне кричать нельзя. Нарушение режима сделают хуже. Тут изобретательность назло, как на поле Куликовом. Кто кого? Молчу, ловлю мгновения. Солдаты рвут из рук цветы, когда садили в машину. Но потом в дороге попросил ногой подвинуть мне цветочки-то. Взял несколько через сетку. И в кружку на столе, в камере столько дней стояли. Радость всем. Привозят из края суда сразу же в тюрьму, в СИЗО. Солдаты, которые возят в суд, они не в тюрьме принадлежат, а отдельная воинская часть. Они только на внешней охране и на сопровождении. Учатся. Все с комсомольскими значками. Речь такая, что смысл трудно уловить. Одному из них я сказал, ваш рот напоминает полную парашу. На поверхности плавают две крошки хлеба, их нужно выловить и съесть. Так редко смысловые слова единичные, а только горловое бульканье слышится, бля, мать, несчастный. И при всей этой переполненности, низостью и мерзостью еще и патриотизм. Как-то засчитали, что я пестий за рубежа говорил проповеди. Этого и было достаточно, что я власовец и фашист, потому что проповедник зарубежный. Расстрелять мало такого, рассуждают солдаты. В школе уже все почти знакомы. В шлюзе. Прошу, уж вы меня поскорее отведите в камеру, а то тут дым здесь задыхаюсь, иной раз и поторопятся, а бывает несколько часов, прохожу там, не сядешь, бетонная тумба-то. Пою, молюсь, раздолье фарисею, тут и посмотрят на тебя и не по твоей вине. В камере ждут. Сначала поешь, а потом начнутся расспросы и полный отчет о всем суде. Это занятие не простое, а нужно и полезное рассказывать о суде с сокамерником. Им есть чем сравнивать. Как у христиан и как у безбожников. Да, а я как я буду смотреть в глаза родным, вор, ворюга? Ударит себя по голове, отойдет слезы на глазах. Вот и позади беззаконный суд. Обманули, не дали даже сказать последнего слова, которому я так готовился, зная, что прерывать не должны. За день до назначенного заседания, на которое пришли все друзья, привезли в пустой зал. Сидит в нем один только Титов, корреспондент из Алтайской Правды, Виктор Иосифович. Подсудимый Лапкин, вам предоставляется последнее слово. Отвечаю, меня же завтра должны в суд привезти, а не сегодня. Меня обманули, людей обманули, люди ждут в городе. Вам предоставляется слово сказать, Лапкин, так кому же говорит-то зал пустой? Так, будете говорить? Вам что, публики не хватает? Если не хотите, дело ваше. В назначенный день приговор испекли, прогрохотали в зал, кассационные жалобы послал. Жду газетной публикации. Наконец, Алтайская Правда за 26 июня 1986 года проходит со статьей Златоуст со второй строительной. Прошу охранников из соседних камер выменять эту газету мне на наши старые, но уже через час было поздно. Все, докурили. Продолжаю также молиться, благодарить Бога за все. Великое благо неизвестность, что будет завтра, сегодня. Обычно как только осудят, так в ту же минуту переводят в другую камеру с осужденными. Но я все еще в той же 112 камере. Нас уже четверо. Приходит с запроса замдиректора прибора строительного завода города Бийска Володя Редькин Владимир Прокопьевич. За голову взялся. Его вызвали для выяснения чего-то в Барнаул. Он в машине оставил у здания суда жену, да так и не вышел к ней. Тут же арестовали. Подошел и говорит хочу молиться. Рассказал все, призвал покаяния, встал на колени с ним. После этого вместе на колени вставали, но не рядом. Повернуться-то негде. И вдруг 1 августа уже 20 дней я осужденный в той же камере сижу с вещами на выход меня и Володю. И вниз на этаж 132-ю камеру вошли, а там тараканы тучи по всему. Начали бить их, холод, темнее темного. Ищели ни едино не видно в окне в жалюзи. Потом поняли, что на благо нам молиться не мешают. Поем, молимся, читаем. Он переписывает новый завет, псалтырь. Я пишу стихи, на молитву встаем ночью-то. Начал Володя в образ внешне и внутренне входить-то. Борода черная, живот начал опадать, а был пузырем таким. Сон проходить, мозги просветляться, угар испаряться. Ходит Володя как петух по насесту, по скамейке и меня зазывает. Отец Игнатий, давай споем Солица моя приблагая или Отче наш, или Христос воскрес, а какой я певец. Восьмую часть единого глаза не вем. А пою из баптистских песнопений тоже чудное озеро генесарецкое или Бога легко искать. или взглянь грешник взглянь или о имя Иисуса пишет и пишет Володя псалмы в псалтыре тоскует хочется всю семью присоединить церкви-то полюбил с моих слов друзей моих хочет туда поехать плачет как до сифей прошу поскрыть и плакать а то рассадят через месяц рассадили 2 сентября он поститься начал на этом нас и засекли начал Володя сильно поститься потому что у него был огромный живот он говорил так сокрушу я тебя мамона окаянная и хлопает себя по животу пищу в камеры дают обязательно всех Володя не ест первый третий пятый день ничего куда девать кашу-то и суп-то а у нас была запасная железная чашка которая неприметно вынималась под стола на полочке и ставил перед собой склонялся на ней хлебал ложкой из пустой чашки шевелил губами жевал и утирался охранники или что-то уже заметили или им дано было особое указание следить за нами двоими но они постоянно торчали у глазка во время обеда расстояние от глазка до стола не более трех метров ну как обмануть их но это удавалось Володе почти месяц живот мгновенно исчез и выросла красивая пышная черная борода густая а кашу после обеда он неприметно спускал в клозет и говорил прости господи меня пусть рыбки поедят теперь он рядом в соседней камере когда на прогулку идем то он приостанет и я потороплюсь и крикну слава Иисусу Христу а он в ответ вовеке слава и крестится как он теперь что с ним не знаю ему статья грозила до семи лет за нанесенный материальный ущерб как хозяйственникам радиоэлектронной аппаратуры и переговорное устройство он по указанию начальника своего отдавал высоким щинам в КГБ Алтайского края и других силовых структурах но об этом в показаниях умолчал солгал потому что боялся когда он начал молиться то в душе началось просветление и он уверился что лгать нельзя я постоянно убеждал его в этом и говорил вызови прокурора отрекись от лжепоказаний и скажи как все было доверься Богу срок надут длиннее но на душе будет светлее начни жизнь свою с новой страницы Христос есть истина и никакой лжи не принимает нигде не приемлет Володя понял это со всем пылом его пробудившейся души горько плакал боясь ухудшения статьи написал заявление приехал прокурор и начались его свидетельские показания а не лжи свидетельские а жил ободрился что меня всегда приводило в изумление так это то что все кто так делал то как правило всем статью меняли но не на более тяжелое а иногда и на условное наказание тогда это было вовсе уж в редкость но у Бога свои замысла о нас после суда и свидания были у меня с родными свидания все по телефону и видишь их через кабинку объявили объявили что мне завтра на этап сбора недолгий что можно оставил в камере подарил до свидания сверчки их было у нас несколько в камере мы им крошки давали и кашки то поют всю ночь то и усы как антенны интересно наблюдать забава нам как сверчки друг к другу в гости ходят как такую знакомство заводят все рассмотрено отдали меня этапу уже при отходе поезда слышу крик Нади жены успел крикнуть в ответ а есть сказала какая-то тетка с нашей улицы не смог я передать чтобы пришла раньше вот на этапе самая большая трудность это не водят в туалет даже без воды без еды все еще как-то еще можно ну точь-точь как в архипелаге у Солженица написано как будто бы сегодня он все видел и описал не ведут и все криком кричат особенно женщины а конвой лютует кто не первый раз едет те уже знают что из местных самый злобный новосибирский конвой-то нас везет в Ташкентске в купе пять человек это вполне сносно молоденькие солдаты интересуются пошел разговор просят сводить ведут воды принесут а потом их консервов дали это тебе батя разговор о Боге волнует ту или иную сторону всех подходят стоят рядом и часами беседуем потом стали просить молитвы женщины в соседнем купе и я с разрешения конвойных написал какие бы суровые инструкции ни были как бы не тренировали охрану но в душе то у каждого есть то что недоступно врагу где луч света пробивается молиться некогда беседа все идет и идет прошу открыть окна в их коридоре нам они недоступны исполняют смотрю на птиц на степь а ночью на звезды и ведь как человек то устроит вот чуть по-человечески обошлись увидел свет Божий и уже будто бы не сидел в темнице и все по-новому не хочу прежнего привык к тишине молитвы боюсь за себя опять деятельность начнется на воле снова молиться недоступно все на скорую руку то ох избави Божия помоги Господи в Жамбуле не приняли наш вагон конвоя не дали то и повезли дальше до Ташкента там снова в машину то перед этим полчаса или час гоняли по путям вагон чтобы удобнее было перетарить грустно осмотр по камерам вот хуже ташкентской тюрьмы пока не видал клопы потоком идут падают на тебя кусают все в крови несколько ночей и снова этап на Жамбул здесь им показалось что нас мало набралось ждут следующего третьего числа срок идет снова знакомство моя главная забота где найти место чтобы никому не мешать и воздух был почище нашел у двери тут и порядки иные вольнее заключенное выменивает у подследственных или у этапных что можно в дело пустить заметили у кого-то золотой зуб уже договор с охраной чтобы охрана не подходила начинает привязываться выбивают ему зубы зовут охрану и тут же выменивает на нашу наркотик и про такое написал уже Александр Исаевич вечером когда пройдет в шесть часов ужин а в восемь проверка все затихает сейчас будет урок закона Божия считать будет не курящий Петр курящим не давал в руки Евангелия помыв руки он раскроет книгу жизни и все будут лежа слушать никто не разговаривает никто не курит это строжайше исполняют все чуть кто сделает попытку лежа на шконках на втором этаже на вертолете закурить или разговаривать прекращаю проповедь все на него шикают и он замер отвечая на вопросы вскоре опер тамошний начал вызывать уток про меня и про мою пропаганду вызнавать утки это пацаны нравится вроде бы ни за todo выж study вдруг открывается дверь и вталкивает еще 35 человек куда лечь как это тебе не Америка молчи шнурок на прогулку в жамбуре не водят откроет для виду кто на прогулку а не хотите не надо и опять хлопнут ей ему куда легче не водить радио орет дрыгающие мелодии песни Пугачевой. Возненавидишь все это? Молись, как можешь. Скоро ли на этап-то? Наконец повели в отстойник. Потом проверкой. Еще проверка-то. Есть ли жалобы? Все молчат. В вагон и в путь. Снова знакомство с конвоем-то. Ведут меня в туалет. Потом прошу еще за одного больного. Ведут и его. Выгрузка в отстойник. Первая ночь 23 ноября 1986 года. В Жанатасе. Это место зовут зоной смерти. Зоной дьявола. Пока я ничего этого не знаю. А знаю, что такое этап. Снова те же мущения без воздуха. Снова по туберкулезным камерам. Подошел казах. Прапорщик-то. Выслушал и говорит. Ты пиши заявление. У нас начальник Бахаев. Б.Б. Хороший. Могут и оставить. Написал заявление. Жду. Вызывает замполит Бажинаров. Провел беседу. Я только и говорю о бороде. Не трогать. Начальник тюрьмы пошел мне навстречу. Разрешил выехать на этап с бородой. Это из Барнаула. Соломин. Александр Семенович. Здесь никаких. Плачу горькими слезами. Просил сменить режим. Меру наказания более жесткие сделать. Или выкуп взять за бороду, как делал Петр Первый-то. Ничто не помогает. Ведут парикмахерскую. Стрижет какой-то чеченец. Разрешили взять бороду. До суда Божьего. А чечен бреет и говорит. А не накажет меня Аллах? Ведут в первый отряд. В локалку. В карантинник. Вначале в баню ведут. Там на дворе все старое твое сожгут. А кто хочет, может что-то сдать на хранение. Да кто там будет хранить-то? Я же до последней нитки все пронес и вынес. Со мной пошел капитан Кудериев. О нем без благодарности не могу вспоминать. Оказывается, и на этой работе можно оставаться человеком. Спокойно, никуда не лезет. Попросил все записи всей в себе. Что отнимут у тебя? Сдал пальто, сапоги оставил старое. Все мое имущество оценили в 3,5 рубля. Если потеряется, чтобы столько платить. Моют, бреют голову наголо. Переодевают. За все высчитают. Ведут снова в зону. В зоне за железные ворота. И вот видим, как с троевым шагом молотят асфальт те, кто на 10 дней раньше прибыли. Их останавливает человек тоже зэк. Большого роста. И бьет ни за что. Вроде бы нога не так была поднята. Впервые вижу так близко массовые избиения. Когда маршируют, то стук сапогами такой, будто бы землю выбить хотят. Все в черной форме. И вспомнил картины Дейнеки. Уже готово все для принятия Антихриста. Зрелище впечатляющее. Выстраивает нас. Кого-то с радужей избирает мишенью для битья. Кто-то не знает, лево-право не туда повернул. Бьют наотмашь, разбивают в кровь. Падают, как снопы. Старшины Аманкулов и Акулов. Амир Аманкулов вскоре убьет Женю Маликова черенком лопаты по черепу. Когда привезли нас, то мне сказали из штаба тайно. Вот человек был в штатском. Это майор из местного КГБ. Приезжал про вас узнавать. Сказал, чтобы пальцем не трогали. Скажу, что так и было. Бьют все, валятся до меня. В строю меня обойдут и пошли молотить дальше. Но и я старался выполнять все команды, в чем видел не наказание, а отдых. Солнце, воздух. Птички летают, воробьи, горлинки. Видны в небе грачи, голуби. Да тут жить можно. Потом меня стали отводить в красный уголок на время битья, чтобы не видел. Но бывали зэки, которые с нами пришли этапом. Говорили, что года два назад, вот в этой ленинской комнате, все стены до уровня головы и пол были покрыты, залиты кровью. Били арматурой и в корытах отмачивали. Бросали на проволоку, вешались, вскрывали вены. Зона смерти. Лагерь дьявола. В лагерях есть секции под разными названиями. Чтобы в такую вступить, надо было зарекомендовать себя, что ты готов продать любого. И у тебя нет нарушений режима. Вступивший в такую ССПП, это секция профилактики правонарушений-то, уже законченный гад, говорят зэки. Обычно на зонах этот род негодяев составляет вовсе незначительные числота. И на стенах, и везде рисует гроб с кисточками. И имя такого СППшника. Повязанными зовут их. Им дают треугольник на руку. Но если еще и дальше пойдет, то будет бригадиром или старостой. Ему на левую руку дадут прямоугольник и надпись «Бригадир». Сыни, лишняя чашка еды, меньше работать, но уж старайся, пес. Бей не на живот, а на смерть. Себе подобных бей, но не в присутствии начальства. Оно будет делать вид, что ничего нет, что все нормально. Здесь сделали так, что вся зона была повязана, за исключением трех человек. Лапкин, Буряк и еще какой-то старой закваски. Меня сразу же спросил замполит Биженаров. Будешь вступать? Наверное, не будешь? Нет. Нам это не положено. Я же верующий-то. Мы вас и не принуждаем. Значит, такое дали, думаю, ему указание. Ну, а если бы стали принуждать, то уступил бы-то. Настроенность была умереть, но не вступать. Я христианин. Выходит на крыльцо Аманкулова мир. Держит речь. Зона вязаная. Если кто откажется, то пойдет к Рору, режимно-оперативный работник. Потом убедиться смогу не раз о том. И в прокуратуру СССР написал, и в президиуме Верховного Совета рор майор Дулутбаев, палач по призванию. Садист. Все в этом человеке омерзительно. Рассказывает, что на этого воспитателя было несколько покушений на свободе-то. Выпрыгнул в окно, но от своего хобби не отстает. Прошло 10 дней в локалке. Разобрали нас по отрядам. К работе пристроили. Производство швейное. Учат быстро. Показали, как включать машинку, как нитку вправлять. Смотри, не забывай. Два раза уже много показываешь. Через полчаса будешь норму вынабирать. Куда ты денешься? Будешь. Тут главное воспитание для раба. Корм, работа и палка. Хлеб, наказание и дело для рабов. Серахов 33, 25. Мы пришли в рабовладельческий строй. А каково это молодым? Они же комсомольцы. Мы не рабы, рабы не мы. То есть рабы не мы. И вдруг такая молотилка. И так быстро привыкают в течение первых же минут. Такие кроткие делаются. Самое действенное орудие воспитания – кулак. Палка. Дядя-антихри знает, что нужно рабам. Как починить себе мир. Шей работы срок к концу ближе. Чем больше, тем лучше. Норма каждый год, говорят, повышается. Не там, не только, но и в иных местах. Вот матрасный цех. Выполняет заказы вооруженных сил страны. Шьют в другом цехе оболочку, наволочку, матросовку-то. Несут тюйки ваты на себе. Иногда на машине. Растеребливают. Рвут на мелкие кусочки. На кантере весах один зэк отвешивает. Точно по весу. Перекидывает другому. Тот на машинке зашивает горловину и отсюда разбирает на стеллажи. Примитивно до одурения-то. Но самому не придумать. Чтобы ровным слоем баловато, дается черенок от лопаты и бей. Разгоняй по всей матросовке. Вентиляции нет. Цех первое место держит по поставке в туберкулезное. Потом сверху накрывает брезентом с пометками. Где шилом ткнуть в те места, игла специальная вручную будет продергиваться с тряпочкой-мушкой. Старайся. Казалось бы, такие матрасы век не пролежать-то. Не проспать-то. Можно всю страну уже завалить-то. Но вот пыль глотает, выхаркивает легкие. Не скажешь, что не пойдешь-то. Тебе не санаторий обещан. Кулек не надевай. То есть не прячься. От работы не увиливай. Недреманные окна смотрщика. Палка и подкорма. Полкорма. Опять вспомнишь Сложеницына. И знаешь, что нужное дело. Да так его сделали тягомотно. Невыносимо тяжело. Проклинаемо все. В казарме убрано чисто. Все думал, где же приспособиться, чтобы можно было молиться-то. В тюрьме, в какой бы ни был, там было попроще-то. Все же на работу не выгоняет-то. И более или менее можно день свой разнарядить. Притуриться. Прилипнуть к стенке. Везде находил место для молитвы. В казарме вдоль стены выступают укрепляющие столбы. Утолщение стен. И там это пространство не занято. Через головашку этой кровати пролез туда. Хорошо. Кровать-то вплотную к столбушку не поставишь. Заправка коек. Матрас так сбить, чтобы был как кирпичик. С обрезанными краями. По шнуру будут елозить зэки, чтобы простыни обернуть и простыни у всех ровно. Особой методой. Это не камеры, где жгут все, где нет начальства. Тут все по минутам. Если вышел старшина, крикнул, убирай территорию. Значит, должны все любого возраста бегать к одному венику, а остальные хоть руками щищать плевки. Ах, не бежите! Ждете особого приглашения? Стройся! Вы что сюда пришли? За меня срок отбивать? Выстроили по линейке. Пошел старшина в казарму. Надел рукавицы меховые это. Вот тут я так и не понял, не узнал, то ли в них что подложено, а чего такой треск раздавался, когда начинал он бить. Бьет в голову, а и ногой пинает, куда сможет. Защищаться нельзя. Это уже калека будешь. Валятся, как столбушки, головой лысой, или по мерзой земле, или по аспальту. Начальстве нет, при нем не бьют. Так оно блюдет, чтобы не били. А потом вызовут старшину и продлят срок его полномочий еще на год за добрую дисциплину. И вот в каждом этапе каким-то особым чутьем познаются те, кто не будет на должности старшины, кого будут с первой минуты усиленно забивать во всякое время. Слабых, ленивых, вредных, порченных, не угодивших. Заставлять все делать. Мыть, скоблить, подносить. Такая жертва в камерах тюрьмы не всегда видна. Там еще выдает себя он за какого-то великого. Еще пытается возвыситься. Но вот вступил в лагерь, и сразу же идет разделение. Кто-то же будет из вновь пришедших на должности в лагере. Как это будет происходить? Решил смотреть очень внимательно. Как будет вот это разграничение? Когда? Вот вначале бить старшина одного. А за что? Не туда поворотился? Не так стукнул ногой об землю? Не на ту высоту поднял ноги. Поднял сапог. Старшины вроде бы и хотели дать всем отдохнуть. Но вот из-за него, из-за этой вошки будете маршировать. Будете бегать, ходить на корточках гуськом. А ты? Ты не хочешь? Выйди из строя. Ты не просись. Пусть они ходят-то. Началась электрификация кулаков и сапог самих зэков. Началось разделение. Злоба вскипает мгновенно. Идут, косятся, шипят. А этот уже весь трясется, ждет развязки. Дают отдых на 2-3 минуты, чтобы могли расправить с этим бедолагой-то. Чтобы прочистили ему зубы, примерили сапоги на его заднице. И вот те, кто без четверти готов, первое набрасывается волчатами. Рвут того, с кем вчера на нарах вместе в карты резались. Какие-то тайные пружины есть в избиваемом. Жалею, но приглядывайся. И обязательно в дальнейшем в этом несчастном найдешь то, за что он получает. Возмездие, профилактику. Упрямый, ленивый, всегда голоден, все обедки собирает. Первое время подкармливал таких. А потом и самому не стало хватать. Начал экономить на ужине. На обеде кусочки от пайки отламывать. Таить в кармане. А в ночную смену вместо валидола под язык. Сердцу легче. Туалет один на всех. Как здание конюшни. В промышленной зоне там свой. И рядом желоб. Хлюпаешь, по казармам разносишь гигиену. В тюрьме приспособился, чтобы не быть не в авторитетном месте. Вставал пораньше-то. Некоторые ни разу и не видели ранних жаворонков на горшке. Но как здесь быть? После отбоя дежурный строго следит, чтобы два часа никто из казармы не ходил в сортир. Там тоже дежурные ловят. В клетку поведут. Это все в ту же клетку под открытым небом. Там и ночуешь. Нелетной погоды нет. Снег, дождь. Как на степени плачущих по правилу 12-му Григория Некесарийского. Размышляй. По-твоему, не будет? Прижми дизентерию. Вот пробел на часах 12 ночи. И потянулись метров за 100-200 в отхожее место. В любую погоду запрещено идти в брюках. Как бы ни убезбежал, да иди в кальсонах. Но когда подойдешь, выход искать из барака-то, тебя дежурные посмотрят на твою фамилию, пришитую в груди, запишут, взглядят на время, чтобы не долго-то, чтобы сохранился-то, труженик, строитель коммунизма. Сегодня, как и каждый божий день, надо проверить, не сбежал ли ты. Стройся! Пошел на плац. Отрядами, колоннами. Начальство все собралось при входе на плац. Жмутся за стенами от ветра-то. У тебя больные уши? Хочешь ушанку и снизу клапанами подвязать-то? Не положено, тварь! Не сервит решение от врача, а врач проверила, выдала. Не положено. Врач извинилась. Поднимай выше уши. Слушай команду. Ноги мерзнут, руки. Тебя кто сюда звал? Что, я за тебя срок отбывать буду, подло! Пинком ему лезть в толпу. Начальство руки бережет. Тут есть экзекутор. За поварешку каши будет кишки выматывать. Пофамильно, по отрядам и шпалерами на свои установленные места. Времени много. Твори Иисусову молитву. Пожри душа смысл и поглоти мудрость происходившего. Строевая это мечта союзная. Чтобы везде всех под одной гребенкой строим, в ряды, шпалерами легче руководить. К этому все идет. Просто тут вдруг, без переходных моментов, рвануло в раз и уже в коммунизме. Сопротивление сломлено. Полностью забитость полная. Бьют на каждом шагу. И полшага не ступить без колотушек. Избежать этого абсолютно невозможно. На улице холод, пурга, пронзительный ветер. У Кристи вовсе негде-то. Вошел потихоньку в казарму. А тебя тут же засекли. Подставляй ребра, скотина. Дождь хлещет. Весь промок, а сушиться негде. Только на собственном теле. Следи за чистотой. А воды нет. Ходи чистым. Чистота – залог здоровья. Заставит носить раствор. Мазут. Все в той же одежде. Но будь опрятным, чистым. Стирай. Чисти. А воды нет. И сушиться негде. Иногда потечет холодная вода. Да кому достанется? Успевай. В бараке повесить бы батареи-то. Иногда не топят. Бывает потепление. Но нельзя. Все будет выброшено. Идет ежедневная ревизия по нескольку раз в день-то. Все лишнее прочь. Потом выстроит шапки в руки. И в шапку все сложи. Начальничник проверяет наличность. Не вздумай прятать в кармане. Себе в наклад. Растребушат так, что не узнаешь, где было твое. Какая тебе еще расческа? Да через пять-то лет волосы еще будут. Если голову не оторвут. Вытянули шапки. Стоят у парадного подъезда. Матерки ловят. Воспоминаниями свободы давятся. Утираются. В моей шапке больше всех. А что это у тебя, батюшка, тут-то? Просворы. Их в мешке нельзя. Крысы съедают. А это святыня. В карманах нельзя. Съешь. Но потом привыкли к моему контейнеру при себе. Только руками разведут выше бедер-то. Вот ты какой у нас пузырь. Ничего. Волнения нет. Все улыбаются. Отдохновение. Тебе, батя, тебе хорошо. Тебя не бьют. Тебе хорошо с твоим Христом? Меня совсем затюкали. А рядом с тобой я буду становиться. Можно? Пошли к комиссии. Доложи, чего рентген не усмотрел. Чем болел? Что забыл выявить-то? О, зэк. Сказано тебе, не торопись. Сокройся. Все, что выявишь по болезням гражданским-то, все это будет против тебя. Если болен, то звонковать тебе, бедолага, на химии. Вербовщики не берут на химию-то. Им нужны спартаки, кожедубы-то. Эту карточку будут внимательно сваться, смотреть-то. И ты при твоих-то характеристиках добрых будешь ждать, молить о химии, от которой на свободе нос воротил. А теперь будешь во сне ее видеть и ждать, как христиане ждали второе пришествие Христа. Так говорит Сложеницын-то. Но мимо. Только запах. Только колокольчик с той свободой протеликает. Это все твои болячки. Они поперек дороги быком встали-то. Не пропустили, не помогли и твои благодарности. Сокрой свой геморрой-то. Прыгай, я как козел. Докажи свою проворность. Зачтется тебе в день воздаяния. Молва идет о бригадах. Где строго, где какой начальник, пум, кто помощник. Помогала. Под кумок бывало это, настоящий. А от тебя ничего уже не требуется. Тебя подкатили. Закрутила еще раз. А пока учись честь своей шконке отдавать-то. А она тебе пропуск дает зубы во рту носить. Лечь, встать. Успевай. Не то всех будут поднимать. Разговоры умолкли. Поймали тишину. Прожарка не работает толком. Только распаривает. Появились ши большие. Обыскаться неудобно. Да и где. Благо прислали нижнее белье теплое. А в нем и ям. Что в пустарнике. Хорониться куропатки-то. И щесаться стыдно-то. Вот тут и дом вспомнишь-то не раз. Сколько было того, что не ценил. Простой утюг. На который держал гнев. Всегда за прожигание столов. И падение на ноги со стола. Тут его за друга почел. Переоценка ценностей. Вначале раздевался. А потом одевался. Чтобы исполнить вечернюю молитву. А потом предупредил старшину. Раздеваться по команде не буду. А разуюсь. И сразу за головашку кровати. И залезу для молитвы. Да какой базар, батя. Да молись ты за нас. Помолись своему богу. Только пристроился. Входит начальство. Я притаился. Они прошли. И не заметили.